В сегодняшнем выпуске лета 58-го вы увидите Как я осознал, что нужно делать Нужно убираться отсюда, как можно скорее Неужели, блин? Что я ел на завтрак? Яйца глотал Со скролопой вместе И как я готовлюсь к скримерам Мы идем к входной двери, сейчас нас стриманут Напрягаемся максимально Сэм Хай, с вами Евгений Он же Юджи Он же выживальщик в старом детском лагере пионерском Мы играем с вами в Summer of 58 58, если хотите Короче, я подзатянулся с этим прохождением Что-то я отвлекся на кучу других вещей У меня там комикс рисуется сейчас Еще один проект, который вот тоже должен скоро выйти Блин, столько всего интересного делаю Плюс еще я занимаюсь актерским мастерством Сейчас схожу на курсы И как-то подзабыл я про эту прекрасную игру Что тоже не очень хорошо Давайте поиграем в нее Дойдем ее до конца Я думаю, вот это как раз-таки последний выпуск Она вроде не очень-то и большая Это же инди-игра Они не могут быть большими, да? Зачем портишь? Зачем портишь впечатление прохождения, Евгений? Заткнись и просто играй Вот моя камера Все на месте Дневник Марии А я могу? Я не могу его прочитать, да? Англо-русский словарь Не могу взять Ничего не могу взять Какое у меня сегодня задание? Что должен сделать? Здесь мы уже все открыли Здесь мы все посмотрели, по-моему А значит нам нужно идти просто вот сюда Записка, ага Тебе же сказали Неразборчиво, но сказали Чтобы ты убирался отсюда Оставь в покое это место А Они убрали плохое слово В дневнике Марии остались пустые страницы Можно использовать их, чтобы ответить Я услышу, что он стоит Окей, хорошо Дневник Марии Взять Окей Я знаю, что здесь произошло Позвольте мне вам помочь Расскажите мне Кто вы? Вот Мы сейчас будем общаться с призраками Идем сюда Заперто За ней кто-то находится Вот, просунули, да, ему На, почитай Это он сканирует текст Сейчас ответит мне что-нибудь Он решил мне на телефон ответить Идем, идем быстрее Сейчас Да, блин, не успел Как это вообще происходит? Как призрак может заставить телефон Зазвонить? Какими Энергиями он может управлять В том мире? Неужели ты там становишься, знаете, как Как будто бы Это не потому, что тебя выкинуло в спектаторы А ты еще становишься админом сервера И ты начинаешь управлять его физикой Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа все. Кипяток заливал внутрь. Яйца глотал. Со скорлупой вместе. Вообще все дело. Давайте. Ты меня напугал, надо было написать. Я обосрался. И взять эту же бумажку и подтереться. Я прочитал, что здесь были убиты люди. Это вы сделали? Расскажите мне. И тогда я смогу вам помочь. Но они меня будут пугать только в ответ. Ну-ка, давайте, просунем. Мне кажется, уже бесполезно договариваться. Может быть, угрозами попробовать. Типа по шее получишь мелкий ушлепок. Он же все равно призрак ребенка. Призрак-то ребеновский. Детинский. Детенышный призрак. И он наверняка помнит, каково это, когда взрослые ругаются. Ходит легенды, что... Ага, это мы читали. Тут ничего нового нету. Блин. А, мне просунули что-то? Меня обвинили. Но я этого не делал. Уходи отсюда. Окей. А, тварь. Фак. Нету здесь. И все исчезают. Окей, давайте напишем еще что-нибудь. Тебя зовут... Тебя зовут Яков. Ты живешь здесь один уже много лет? Что происходит? Твою мать, столько звуков. А что упало? Что, блин, упало только что? Я не знаю. Я не видел. Кошка! Дохлая? Походу, дохлая. Блин, белая, красивая такая. Засунем. Ладно. Сейчас меня где-то подловят так сильно. Почему-то игра меня очень пугает. Я не знаю. Она меня расслабляет. Вот в такие моменты, когда ничего не происходит. И я начинаю триндеть, всякую чушь нести. И она меня ловит на этом. Давайте посмотрим. Может быть, ответ уже появился? Ответ появился. Да. Здесь я могу общаться со своими друзьями. Мы охраняем это место, потому что это наш дом. Много кто сюда приходил. Только чтобы ломать наши вещи. Но друзья мне помогают прогнать чужих. Я боюсь, что кто-то меня увидит и расскажет, что я здесь живу. И те люди придут за мной. Ой, да не ссы. Не ссы, братиш. Я никому не расскажу. Я просто хочу помочь. Ой. Кролик стоит. Кто твои друзья? Почему они тоже здесь? Да. Хороший. Хороший ответ. И почему? Причем здесь птицы и кошки? Вот почему они страдают? Невинные существа. Ждем. Это конверт, по-моему. Но его нельзя взять. Ладно, ждем. Спасибо. Духи этого места. Те, кого здесь мучили. Они остались тут в заперти. В тот день вечером после отбоя кто-то пришел. Наверное, это был тот человек, с которым говорила директор. Но он не нашел меня. Я думаю, что из-за этого он отравил всех проживающих и директора. Не переживай. Я могу всех освободить. Я уверен, что у меня получится. Блинушки. Вот музыка. Музыка здесь неприятная. Композитору 5 с плюсом. Молодец. Давайте напишем ответ. И, кстати, с нами, заметьте, я выучил за эту ночь, получается, весь русский язык. Так как мне даже словарь не нужен. Все это задумал директор лагеря? О чем ты говоришь? С каким человеком она говорила? Так страшно. Так неприятно все. Ладно, давайте засунем. Блин, там столько звуков в этой комнате. Что они там делают? Что духи с тобой делают? Где они тебя трогают, мальчик? Ты тут? Спасибо. Это все она. Я видел, как наша директора разговаривала с кем-то в старой больнице, недалеко от лагеря. Они договаривались о том, что ночью выполнят свою работу. Тогда я понял, что это связано с нами, но не смог всех предупредить. Я не видел, кто еще там был, потому что испугался и спрятался. Утром я зашел в здание и никого не нашел. Ее сейфа тоже не было. Я подумал, что тот человек со своими помощниками всех унесли и спрятали тела в том здании. Мне пришлось тут остаться и жить в вентиляции. Только иногда выходить в комнаты. Ладно, отвечаем. Я жду какого-нибудь подвоха, жду стрёма. Видите, специально монотонные такие действия делают этот диалог. Чтобы в какой-то момент просто вытрясти все говно из меня. Это здание и сейчас заброшено. Я смогу туда попасть. Так все затихает. Вот эта пауза неприятная. Слышите? Давай. Блин. О, что это? Яков больше не отвечает. Пора идти в заброшенный госпиталь. Нужно оторвать доски от входной двери. Я понял. Сейчас словарь возьму. Мы идем к входной двери. Сейчас нас стриманут. Напрягаемся максимально. Можно расслабиться. Мы здесь. Все. Новая локация. Наконец-таки. Окей. Блин, как долго эти вот паузы, когда что-то делаешь, маленькие кат-сценки начинаются. Очень затянуто получается. Ночь третья. О, мы туда только ночью пришли. Блин. Надеюсь, сейчас не будет лес. Нет. Яков сказал, что здесь я смогу найти доказательства. Давай осмотримся. Давай. Взять. Словарь. Взять. О, нафиг я это сделал. Какого хрена? Нафига я это сделал? Ладно, здесь, походу, что-то серьезное будет. Блин, здесь... Здесь вообще нет. Я только что пришел. Мне нужно найти доказательства. Здесь... Смотрите, какая тут мрак. Цепи. Цепи. Может быть, Яков предупредит всех, кто на меня собирается тут напасть, что я, как бы, пришел помочь. Блин. А, вот дверь. Да какого... Все заперто. Что? Блин, это место просто кишит. Живность. Вот тут все ходят. Что-то у меня... Что я должен сделать? Я не понимаю. Может быть, найти какие-то кусачки, где-то должны быть. Какие-нибудь инструменты. Блин. Или мне нужно просто ходить туда-сюда. Наверное, да. Что это было? Я не увидел. Хорошо. Мама. Идем в окно. Я только что пришел. Боже. Ой, стоп. А как мне зумить? Вот. О! Опа! Внезапность. 46-й год. После войны. Десятки детей попадают в приюты после того, как потеряли родителей. Детский дом для содержания и воспитывания детей. Сирот работал под руководством военных. Что это? Она просто вокруг меня ходит. Пытается настримать. Не тут-то было. Что за... Что за шкаф? Открыть не могу. Ладно. Ходим дальше. Взад-вперед. Туда-сюда. Открылась? Нет. Откройте гребаный. Может быть, двинуть его можно? Какая же массивная атака психологическая. А! Воу! Окей. Входим. Смело идем в бой. Опа! Какая страшная хрень. Напоминает мне первую игрушечную историю. Вот таково было ощущение при просмотре истории игрушек, часть первая. Вот это вот зловещие долины. У меня было пипец. Я очень боялся того маленького мальчика. И вот этих вот всех вот игрушек, которые он создал. Было очень жутко. Так, ну а здесь... Так, ничего же нету. Все закрыто. Все в цепях. Эта дверь ведет в другой коридор. У меня с собой в рюкзаке есть болгарка. Я могу срезать все цепи и найти, где спрятаны доказательства. А где рюкзак? И почему я сразу не достал? Я же рылся в рюкзаке. Какого фига? Какого фига? Ты мне сразу не дал. Что это было? Кто-то был. Очень здоровое. В этот раз большое... Блин. Дверь закрылась. Большое и как будто бы голое. Мне показалось. Это место меня отпустит. Не отпустит. Я должен закончить то, что начал. Хорошо. Закончу. Вот. Блин, да что это было? Ну, болгарка это в целом оружие. Я так скажу. В целом можно уничтожать. Смотри, какая хрень огромная. Ну, мы подготовились. Хорошо. Такой. Сразу предмет внезапно появляется. И так... Можно было как-то, не знаю, подготовить, что у меня есть что-то. Понять, что у меня в арсенале. А то рюкзак такой. Туда может что угодно теперь засунуть. Любые сюжетные дыры залатать. Удобно. Ну-ка. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвезти. Никто не должен знать о наших делах. Сейф! Тварь. Погоди. Тут нет ничего. Хорошо. Гоу. Ой, блин. Ладно, я был готов. Я был готов. Я... Я как-то смог совладать с собой. Чуть-чуть. Однако музыка здесь... Каждый раз она немножко разная. Разные удары. Я не совсем готов к этому. Блин. Кто? Нафиг. Нахрен. Здесь за ширмой есть кто? Я тут за ширмой стою, ныкаюсь. Я не успела его спасти. Я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка. Я спасу его. Мне нужно срочно найти донора. Ой, а я не донор, надеюсь? И Ваня, конечно, хороший парень, но я не готов. Не готов ему дать часть своего чего-нибудь. Хорошо. Слышите? Кто там посудой гремит? А? О, как мне напряжено все. Ладно, выходим в коридор. Там еще одна дверь такая есть. Ну давай, давай, пробеги. Пробеги, напугай. Тварь. Игра не пытается быть банальной. Она пытается на сюрпризы всегда играть с тобой. И это здорово. Я так скажу. Батарея болгарки разрядилась, твою мать! Запасную, естественно, я не взял. Что за... Я не понимаю, это плачерик? Тут просто один набор, любой стрёмный звук, который их звукач смог родить, они вот сюда впихнули. Не знаю, доживу ли я до утра, потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину. Вернее, ее силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф в стену. Я боюсь идти за ней и отодвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это. Или может это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то поделки из перьев и паутины. Я такие нигде не видел. Выглядят они жутко. Да и пахнет оттуда как будто мертвичиной. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать до утра. Если ты думаешь, что водка заставила тебя глючить по-жесткому, ты думаешь, что второй стакан тебе как-то поможет с этим? Нет, вряд ли, блин. Тут, короче, за шкафом, я понял. За шкафом все есть. Но я не могу это двинуть. Или вот за этим шкафом? Какой шкаф имеется в виду? Вот это шкаф? Ладно, ходим. Туда-сюда. Ага, смотрите, нашел что. Зашибись. Как я мог это не заметить раньше? Оу! А что вы хотели? А, теперь так пройти? Ну ладно. Блин. У меня кусачки. У меня кусачки, мать твою. Убежала сразу, да. Засала. Какие хорошо. Погодите. Здесь, здесь, здесь что-то было. Здесь... О, у меня аж ухо заложило. А, я здесь был? Нет, я здесь не был. Что-то новенькое. Какая тварь? Это что-то новенькое. Это новая тварь. Эй, открой. А, нет. Эй, не закрывай. Открой. Да, блин. Все, мне на цепь. Меня на цепь посадили. Фак. О, хорошо, спасибо. Ой, блин, так маленький ублюдок. Я пнул тебя ногой. Сортира кунул. Ты. Хоп. Раз. Оу. Ай, блинушки. Окей. В этот раз я и так сильно испугался, потому что мое все внимание было вот на эту штуку. Это граффити. Смешнявое граффити на самом деле. Так, выходим. Нет. Курить на лестничных клетках и холлах запрещается. Эй, меня выпускают. Я отсидел свой срок. Что за фигня? Как это так? Как это может быть? Ого, у меня такой голос. Какого-то мужика сорокалетнего. А, запахло. Что за вуду? Какое вуду? Мать. Стрёмно. Очень стрёмно. Ой, как много трупов. Какая жуть. Как неприятно. Чёрт. Оно, кажется, тело слезло. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свое дитя. Я приклинаю всех, кто не смог мне помочь. И я не собираюсь так просто уходить. Я вернусь. Это есть мать, да? Которая меня присоедает. Какого нахрен? Что? Зачем я сюда повернула? О! Блин! А, смотрите. Сейф. Свидетельство о смерти. Иван Петрович. 1 октября 1950 года. 7 лет. Про... Что? Тромбомблия легочной артерии. О, нет. Взять. Что это? Тут документы 58 года. Того самого лета из названия. Алексей Сергеевич. О котором говорила Мария. Ответил ей, что не станет больше так подставляться. И отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда ее видел Яков? Есть еще кое-что. Документ о свидетельстве о смерти. Это ее сын Иван. И он умер осенью 50 года. Видимо, она не вынесла этого и сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. У меня есть время для сострадания. В конце концов, я не в смертельной опасности. Никакого сюра со мной не происходит. Хотя, наверное, для меня жизненно необходимо выяснить, что случилось. Потому что, может быть, я смогу помочь. Может быть, я смогу как-то все исправить. И тогда меня отпустят живым. Я хочу пройти. А, тварь. Прости, ты не тварь. Ты классная. Стоп. Кинжал. Взять. О, блин. Окей. Нужно убираться отсюда. Как можно скорее. Неужели, блин? Неужели, блин? Какого? Вот что я видел. В большой какой-то рубашке длинной. Прошу тебя. Открывай быстрей. Сейчас меня... Три недели спустя. В смысле, я вернулся или я не вышел? Я вернулся? Я что, дебил? Я без камеры просто пришел. Как будто концовка. Музыка такая конечная. Пообщаемся с Яковым. Погодите. Да, пообщаемся. Кто забил все эти двери снова? Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты тут живешь со своими друзьями и никому не рассказал. Охраняйте и дальше это место. Теперь это по праву только в ваш дом. Твой друг Алекс Мортман. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге. Но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И там у меня будет необычное дело. Об этом я расскажу позже. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Рассказывайте, друзья. Окей. Кажется, это оно. Вот все, мы прошли игру. Мы прошли игру. Что я могу сказать? Но по истории ладно, тут особо нечего сказать. Все понятно. Мне не очень нравится завязка. Вообще, когда блогеров приплетают, какие-то такие интересные истории. Потому что, ну, блогеры это не что-то такое. Знаете, это не очень серьезная профессия, как мне кажется. Она сразу такой налет легкости и простодушия. Почему-то у меня вот ассоциация такая. Естественно, есть и блогеры, которые там вдумчивые, очень прикольные вещи рассказывают. Крутой контент делают. Но в целом, этот чувак, сидящий в интернете, который находит всякую различную информацию, что-то снимает и так далее. О, какое интересное место. Это, возможно, следующая часть будет потом вот в этом здании находиться. Как-то все для этого блогера вот закончилось очень легко, позитивно. Он как будто, как будто он просто очередной видос замутил и все. Ничего такого серьезного в этом нет. Как бы, я не понимаю, он же сказал, что никто не узнает об этом месте. Никто не узнает, вот он якобы это сказал. Но! Да, это демо, как бы, следующей части. Но! Мы же, вот он только что блог свой сделал. То есть, он все, все увидели. Все увидели про это место в итоге. Как бы, я нарушил свое слово. Несколько дней спустя. Ладно, сейчас, дайте посмотрим, что будет дальше. Мы играем? Стоп, это не конец игры? Батарея разрядилась. Мне нужно было дождаться человека, который купил этот дом. Но после его приезда, через несколько дней, что-то пошло не так. Это место перестало быть безобидным. И я здесь в ловушке. Я не думаю, что женщина из приюта в России могла привязаться и последовать за мной. Этот дом обладает маятником для таких... Маятником для таких, как она? А что, если и другие духи последовали за мной? Может, это потому... Поэтому в тех домах я никого не нашел. Мне чудом удалось сбежать из того заброшенного детского дома. Но в том, что я сейчас освобожусь, не уверен. Нужно постараться выбраться и предупредить того парня, что здесь оставаться опасно. Погодите. Я что, зря распинался? И это еще не конец? Окей, видимо, это еще не конец. Опять этот знак. Опять этот знак? А как мне выйти отсюда? Мэм? Ой, нет. Ой, нет. О, мать. Нет, она все еще разрядилась. На что я надеюсь. Блин, игра снова меня удивляет. А-а-а! Ой, как страшно! Это такое... У-у-у! Продолжение следует. А-а-а! Это было круто! Это было прям вообще офигенно в конце. Вот это вот. И глаза эти, и глаза эти, блин, они мне напомнили о моем страхе детском. Фильм «Зловещие мертвецы». Я каждый раз про него говорю, но до сих пор я вижу в некоторых разных фильмах, играх, используют трюки из этого фильма. Используют визуальные какие-то фишечки. Образы в том числе. О, боже, это было круто! Ладно, 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 ладно. В целом интригует, что дальше будет происходить с этим блогером. Ладно, я сказал, да, о том, что вот часто, зачастую, когда блогеры появляются в кино или еще где-то, именно сам образ блогера, это у меня какое-то несерьезное это все, как будто бы в какую-то легкость все уводится. Легкость повествования. Может быть, потому что нету вот прям хороших пока что. Хороших прецедентов, крутых картин, связанных с блогерами. Потому что вот те, что я видел, даже хорошие фильмы ужасов. Я забыл, какой-то есть корейский фильм ужасов, прикольный, где там тоже речь идет о блогерах, которые стрим устроили в психбольнице. Все начинается с такой, знаете, типичной тупости подростковой. Ладно, пойдем, забудьте, ничего не будет. Ха-ха-ха-ху-ху-ху. Вот, и все, естественно, по тупости погибают. Такой типичный хоррорский клишейный троп, по которому идут большинство хорроров. Тупые подростки куда-то идут, и, в общем, вот это все тупость, тупость, тупость. Гораздо круче, когда хоррор не связан с тупостью персонажа, а связан с его каким-то, какой-то его болью. Где он оказывается в ситуациях, где он вынужден что-то делать. Вынужден как-то пересмотреть свои какие-то взгляды на жизнь. Ну, в общем, такая прикольная арка персонажа идет. И не по тупости дегенератской, когда происходит что-то, а по глупости неопытности, может быть. Ну, это мне, по крайней мере, больше интересно. Конечно, бывают наверняка и крутые картины, связанные с дегенератской тупостью. Короче, ладно, мне суть. Игра интересно сделана, очень хорошо. Очень качественно пугают, по-настоящему качественно. Ты не знаешь каждый раз, что ожидать. Я думал, просто я видел постеры, там была вот эта баба в ночнушках. О, господи, горло. Я думал, что только она и будет тебя пугать. А здесь каждый раз ты не понимаешь, кого ты увидишь. То какую-то мишку, то какой-то зайчика, то какую-то хрень в огромной рубашке смирительной. То еще что-то. В общем, много всяких образов и каждый раз сюрпризы. Не хватает, вот что не хватает, я понял. Не хватает, чтобы все это было как-то связано непосредственно с персонажем, за которым мы играем. Он сейчас очень абстрагирован. Он обособленный такой, вы знаете, какая-то вот сущность, которую мы управляем, ходит и что-то делает. Не как лично это его не трогает. А значит, не как лично это не трогает нас. Вот маленькая проблема, как мне кажется. Вот вспомните даже великий Сайлент Хилл 2, 1, 3, 4, вообще все Сайлент Хиллы. Весь хоррор строится исключительно из протагониста, чувака, которым мы играем. Ну или девчонки, там, да, есть персонаж, в третьей части мы играем за девушку. Всегда это исходит из него. Это все лично для него что-то значит, очень значимое. И это очень цепляет, поскольку мы становимся им, этим персонажем. Вот. Вот моя мысль главная, наверное. А так все охрененно. Все крутая игра, я очень хочу жду продолжения. Поиграем обязательно, очень вместе поиграем обязательно. Извините, что я затягиваю с прохождением. Я сейчас вообще в целом уже 3 месяца, как вы видите, выпускаю видосы в ограниченном количестве. Честно скажу, мне это прикалывает. Потому что я сажусь записывать очень отдохнувшим, свежим. Мне не приходится вытаскивать из себя ничего. Я готов, я могу заниматься при этом другими какими-то вещами, которые мне очень интересны тоже. Которые я хочу с вами, я хочу их подарить вам в том числе. В первую очередь-то на самом деле. Раньше из-за потока видосов я просто ничего не успевал делать. И откладывал, откладывал, откладывал. Время-то идет, жизнь идет. И не хочется что-то не успеть. У меня очень много интересов, очень много амбиций. Я много чего хочу добиться. И много чего хочу вам показать. О многом хочу вам рассказать. Хочу вместе с вами очень многое пережить. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Вот такая вот затянутая концовочка. Но я люблю поболтать в конце прохождения игр. Пока прощаемся на время с Summer of 58. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Снайдите доску своими. С вами был Юджин. Знаете, друзья, что вот мы уже с вами 7 лет вместе. Мы уже столько всего пережили. И я не представляю, как... Я вообще не представляю, как мне так повезло, что я вот нахожусь здесь перед вами. И вы здесь со мной. И вы... Это такое прекрасное приключение, которое до сих пор продолжается. И канал все равно растет. Канал продолжает какие-то отметки преодолевать. Это так... Это так здорово. Это... Это... Можно просмотреть вот эти 7-летние видосы старые и увидеть, как я менялся. Как моя жизнь менялась. Как менялся, не знаю, мой юмор, мое восприятие всего. Это... И вы стали свидетелем всего этого. Я столько сейчас комментариев вижу от людей, которые уже столько... Которые с самого начала канала... Я вообще думал, что все, кто смотрит меня из старичков, уже просто ушли. Давно выросли, занимаются своими другими делами. Новая аудитория уже здесь. При этом на улице я встречаю всех, кто меня смотрит уже очень долгое время. В комментариях повсюду. Старички, отзовитесь. И новички, отзовитесь. Потому что я хочу видеть вас всех. Хочу знать вас всех в лицо. И я хочу общаться со всеми вами. Когда я говорю вот сюда, в объектив камеры, я представляю, что я говорю именно вам. Я благодарен, что вы здесь. Я вас безумно всех люблю. Обожаю вас всех. Хочу вас всех обнять. Ладно, не буду затягивать дальше этот видос. Спасибо просто вам всем огромное. Еще разок. Я еще, наверное, не раз вам скажу спасибо. С вами был Ньюджин, друзья. И всем... ПОДПИШИСЬ!